Война Царя Сына и Святого Духа. Аминь. Слово Реана Златоуста. Какое зло истинно и какое только называется злом. Бог всегда благ и человеколюбив. Не только когда благотворит, но и когда наказывает. Потому что и наказание его и кары составляет самую великую часть благотворительности. Важнейший вид промысла. Итак, когда увидишь, что случились неурожаи, язвы, засухи, наводнения и беспорядочные перемены в воздухе или другой подобный бич человеческой природы, то не изъявляй досады и негодования, но поклонись Творцу, подивись его попечительности. Он делает это и наказывает тело, чтобы вразумить душу. Так Бог делает это, скажешь ты. Да, Бог делает это. И пусть предстанет здесь весь город, пусть вся вселенная. Я немедлю сказать это. О, если бы у меня был голос сильнее трубы, и мог я стать на высоком месте и пред всеми воскликнуть и засвидетельствовать, что это Бог делает. Не по гордости говорю это, но имею на своей стороне пророка, который со мной восклицает и говорит. Бывают ли в городе бедствия, которые не Господь попустил бы? Амоз 3, 6. Но так как слово «зло» Господь попустил бы, но так как слово «зло» имеет два значения, то я и хочу сообщить вам точное познание того и другого значения, чтобы вы из-за двусмысленности названия не смешали самих вещей, не впали в богохульство. Итак, есть зло, действительное зло, блуд, прелюбодеяние, любостяжание и бесчисленное множество пороков, достойных крайнего осуждения и наказания. Опять есть зло, а лучше сказать не есть, а называется злом, голод, язва, смесь, болезнь и тому подобное, ибо все это не может быть злом. «Потому я и сказал, что это называется только злом. Почему же? Потому что если бы все это было злом, то не делалось бы для нас виною благ, не обуздывало бы гордости, не искореняло бы беспечности, не возбуждало бы нас кратчительностей и не делало бы более внимательными к самим себе. «Когда он убивал их, говорит Писание, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к нему» в Солом 77-34. Зло разумеет здесь то, которое нас вразумляет, делает доблестными и более рачительными, приводит к любомудрию, а не то, которое достойно проклятия и осуждения. Это не Божие дело, но изобретение нашего произволения, а то служит к уничтожению этого. Злом называет здесь страдания, причиняемые нам наказаниями, и называет так оно не по собственному его свойству, но приспособительно к мнению людей. Так как мы привыкли называть злом не только воровство и прелюбодяние, но и несчастье, то Бог назвал так страдания, применяясь к мнению людей. Так вот, что означают слова пророка. Бывает ли в городе бедствие, в скобках зло, которое не Господь попустил бы? Это же выразил Бог и через Исаию. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это. Исайя 45, 7. Злом называет и здесь бедствие. На это зло делает намек и Христос в Евангелии, когда говорит ученикам, довольны для каждого дня своей заботы. Матфея 6, 34. То есть огорчение и беспокойство. Итак, из всего видно, что злом Бог называет здесь наказание, и что эти наказания сам Бог насылает на нас, являя в них важнейший вид своего промысла. И врач не только тогда достойный хвалы, когда выводит больного в сады и на луга, или в баню и купальни, или когда предлагает ему роскошный стол, но и когда заставляет его оставаться без пищи, мучает голодом и жаждаю, когда приковывает к постели и дом делает темницею, лишает самого света и закрывает комнату со всех сторон завесами, когда подвергает его и сечению, и сжению, и предписывает горькие лекарства, и тогда он тот же врач. Так не странно ли того, кто причиняет столько неприятностей, называть врачом, а Бога, если он сделает одну такую неприятность, например, наведет или голод, или смерть, хулить и не признавать промыслителем Вселенной. А он один и есть истинный врач души телес. Так что он, приняв свое попечение нашу природу, которая скачет от полноты счастья, а между тем одержима греховную горячкую, избавляет ее от болезней, бедностью, голодом, смертью и другими бедствиями, иными, какими сам знает врачевствами. Но скажешь, одни бедные чувствуют голод, Так он наказывает не одним голодом, но и другими бесчисленными бедствиями. Бедного он часто уразумляет голодом, а богатого и возобилие живущего опасностями, болезнями и преждевленными смертями, потому что он изобретателен и имеет различные врачества для нашего спасения. Так поступают и судьи. Они не только оказывают почести жителям городов, не только награждают их венцами, не только дают им дары, но часто и наказывают их. Поэтому у них и меч изощрен, и изготовлены ямы, и колеса, и розги, и палачи, и другие бесчисленные виды наказаний. Но что у судей палач, то у бога голод, который, подобно палачу, наказывает нас и отводит от зла. То, что можно видеть и у земледельцев. Они не только закрывают корень винограда, не только огораживают его, но и обрезают, и отсекают у него множество ветвей. Поэтому у них есть не только заступ, но и серпы, голодные к сечению, годные к сечению. Однако же мы не осуждаем их, а напротив еще хвалим их. Особенно тогда, когда видим, что они отсекают множество бесполезных ветвей, чтобы, отняв излишнее, лучше сохранить остальные. Итак, не странно ли, отца и врача, и судью, и земледельца так одобрять, и не отца, который выгоняет сына из дома, не врача, который изнуряет больного, не судью, который наказывает, не земледельца, который отсекает ветви, не порицать и не обвинять. А Бога, если, когда Он захочет нас, как бы стражащих головной болью, излечить от великого опьянения и нечестия, порицать и осыпать бесчисленными укоризнами. Какое безумие не давать Господу и того права к защищению себя? Какое даем мы подобным нам рабам? Это говорю теперь из опасения за самих обвинителей, чтобы они, наступая на острия, не окровавили ног, чтобы, бросая камни на небо, не поранили себе голову. Беседа Иоанна Златоуста, восьмая. Слава Богу, вовеки, аминь.